друзья всем привет рад видеть вас на нашем канале паркет на диване и сегодня мы будем разгонять очередной вопрос в рубрике как правильно выбрать пол чтобы потом не жалеть после выхода недавних роликов про краш-тест винила и про подложку мне как в личку в инстаграм так и в комментариях под видео оставили вопрос нужна ли подложка под винил если нужна то какая сегодня я постараюсь на этот вопрос ответить для начала я хочу сказать что подложек под виниловые полы собственно не так много как например под ламинат и многие производители уже начали делать интегрировать подложку к тыльной стороне видно здесь на этом образце черная подложка просто это вариант из писи уже с интегрируемой подложкой или вот наш боец до которого мы жгли в прошлый раз это w писи также вот синяя интегрируемая подложка уже есть в данном случае когда подложка у вас уже присутствует на виниловых полах использовать дополнительную прослойку в виде еще одной подложки я не рекомендую и еще что хочется сказать в самом начале что основание под ваши виниловые полы должны быть максимально ровные и хорошие почему потому что винил как правило имеет достаточно тонкую основу гораздо меньше чем под гораздо меньше чем у ламината или паркетной доски и вот эта подложка тоненькая она как правило идет полутора миллиметров а она вам никаких неровностей и шероховатости не сгладит то есть это просто как комфорт прослойка поэтому под винил нужны очень хорошие полы единственным исключением это может быть л вити тип напольных покрытий он самый гибкий из всех мной перечисленных в прошлом ролике про краш-тест я рассказывал что такое л вити с писи и w писи можете посмотреть и вам будет понятно что это такое так вот и увите это самый гибкий вид в некоторых исключениях в данный тип можно монтировать на не совсем ровный пол это если ваши неровности они будут плавные без четких перепадов тогда материал примет форму вашего пола и так как у него замок еще эластичный видите да я это также показывал в краш-тесте винила то есть за счет вот этого эластичного замка и основы винил примет форму вашего пола и вы в принципе не будете ощущать воздушных ям как например это будет с писи или w писи под них основание должно быть действительно хорошая это я не говорю про клеевой винил под клеевой винил основание должно быть прям идеально в прошлом ролике про подложку я настаивал на укладке гидроизоляционной пленки на ваше бетонное основание в случае с виниловыми полами это всего лишь рекомендация так как многие производители в своих инструкциях по укладке даже не упоминают о подобной гидроизоляционной пленки а еще лет 5-6 назад не было в инструкциях по укладке не только пленки да и подложки никакой не было мы монтировали в основном лвти покрытия непосредственно на бетонное основание поэтому в случае с винилом гидроизоляционная пленка это просто рекомендация она единственное что может вас спасти например это образование плесени на вашем материале если например винил вы постелите на очень мокрый пол и наконец мы подобрались к нашим подложкам под виниловые полы я покажу несколько видов которыми мы регулярно пользуемся первый вид подложки это вот такой вот это польская подложка арбитон она идет с фольгой и кстати именно в случае с вот этой подложкой вот так вот она выглядит данная подложка уже с эффектом пароизоляционной пленки поэтому дополнительно пленку использовать сюда уже нет никакого смысла она идет полутора миллиметровая полиуретановая высокой плотности она не сгладит вам никаких неровностей шероховатости поверхности просто сделает ваш пол максимально комфортным и теплым и тихим до подложка стоит недешево но эффект от нее достаточно хорош вторая подложка я бы назвал ее аналогом вот этой вот польской подложки это уже наша отечественная она идет без фольги также полутора миллиметровая высокой плотности по эффекту комфорта она достаточно неплохой неплохо себя зарекомендовала поэтому мы также и очень часто используем если нужно где-то немножко удешевить стоимость материалов стоимость вот этой подложки в два раза меньше арбитона и так движемся дальше еще есть одна очень классная подложка полиуретановая она идет с клеевой основой смотрите мы снимаем вот так вот пленку и здесь у нас образовывается клеевая основа вот у меня образец есть вот она подложка вот клеевой винил который находится непосредственно на этой подложке оторвать кстати очень сложно вот что дает данная подложка данную подложку мы стелим не клеевой стороной на ваше бетонное основание снимаем пленку и монтируем либо клеевой винил вот он клеевой винил мы можем его приклеить сверху и иногда оторву пока еще не застыла и иногда мы монтируем с помощью такой подложки большие площади замкового винила lvt когда у вас большая площадь и вы хотите постелить все единым контуром данная подложка минимизирует все эти телодвижения вашего винилового пола поэтому у вас никогда не разойдутся торцевые замки но эта подложка стоит недешево на стоит в два раза дороже вот это итак друзья теперь начнем разбирать нужна ли подложка под конкретный вид виниловых полов начнем мы с л вити л вити честно скажу что не обязательно монтировать под данный вид напольных покрытий подложку особенно если у вас деревянное основание фанера уэсби также подходят если у вас именно деревянное основание то подложка как по мне это будет лишняя трата денег потому что винил будет вести себя достаточно комфортно и тепло и тихо именно на деревянном основании поэтому для дерева я бы не советовал вообще использовать подложку для бетонного основания конечно именно с точки зрения комфорта конечно использовать нужно в идеале Это вот такую подложку. Если хотите сэкономить, так же можно постелить аналог без фольги. Дальше мы двигаемся к твердым виниловым полам. Это SPC и WPC. Если у вас подложка не предусмотрена уже заводом-производителем, то в данном случае я рекомендую подложку под данные покрытия. Можно использовать практически любую. Можно и вот такую, и такую без фольги. Также можно и клеевую. Но, честно говоря, это будет очень дорого. Я не вижу никакого смысла использовать именно с клеевой основой. Еще одним решением для виниловых полов, кроме подложки, служит клей для ПВХ-покрытий. Я покажу на примере отечественного недорогого клея Хомакол. Вот такой зубчатый шпатель нужно еще всегда использовать. Причем данный клей, естественно, он обязателен именно для клеевых покрытий, которые монтируются непосредственно с помощью приклейки к вашему основанию. Но в моей практике был далеко не один случай, когда мы монтировали замковый винил непосредственно с приклейкой полностью на клей. В таком случае можно монтировать вообще огромные площади без разрывов. Замки расходиться у вас не будут. И по комфортным ощущениям я думаю, что это будет прямо на максимальном уровне. Кстати, кому интересны цены на подложки, о которых я сегодня говорил, все цены будут по ссылке в описании. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. И думаю, что при выборе виниловых полов продавцы грамотно подойдут к выбору подложки конкретно в вашем случае. Потому что случаи у всех разные. Друзья, кому понравилось данное видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал Паркет на диване. Пишите комментарии, на все всегда отвечаем. Всем хорошего настроения. Пока!